здесь куча всяких ресторанов я смотрю всяких разных магазинов чего хочешь а где мы есть orange blossom trail а ну да это большая улица еще один гудвилл вот в таких гудвиллах гудвилл гудвилл там использованная одежда и для дома много всего для дома но я вам скажу да мы здесь в этом буфете были я вам скажу для дома для дома не всегда выгодно там покупать хотя хотя как посмотреть если вы новоприбывший вы пойдите туда вы себе там чашки тарелки вот такое вы даже там хрусталь можете купить блин вы такие вещи можете и что их помоешь и они к они твоим продезинфицируйте их если у вас мания там короче помойте но если она помыта вы просто не тратите когда вы приедете вы не тратить деньги вот на такие вещи потому что в доллару в магазине вы по доллару можете тарелки купить чашки стаканы и в таких магазинах вы можете по 50 центов найти на гараж сайлах понимаете когда у вас уже будет работа когда вы уже устаканитесь в это все отдадите опять в донейшн вот опять в тот же гудвилл или в армии спасения отнесете и кому-то или кому-то отдадите кто при прибыль новоприбывшему и кому-то поможете вот но первые дни вы первое время вы вы не покупаете дорогие дорогие вещи и круче посуду такой все в это все можно купить и использованы на крайняк можно купить пластиковые тарелки и кушать из пластиковых тарелок и тоже недорого в долларовом магазине там 20 тарелок на доллар и можете тоже так себе деньги экономить если если что короче вот такие а потому что знаете деньги больше всего деньги тратятся по мелочам на мелочи я когда-то вела блокнотик в европе я записывал даже когда я спички покупала я все все записывала там такой там такие суммы набегали на мелочах там такое набегал надо будет сделать опять но дело в том что мы карточками платим и я не помню сколько короче и времени сейчас на такое нет ну вот на на мелочи очень 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 много денег уходит если и когда вы приедете вот в америку вы вы не тратите вы вы не везете с собой тарелки чашки это не это не нужно везете лучше книги которые или там не знаю лекарства везете у меня есть видео про то что делать что вести что посмотрите мои мои первые видео посмотрите про америку вот но это все можно купить вы не вы понимаете вам здесь магазинах такие красивые вещи если всего хочется но не надо вам вам надо вам надо машину первым первым делом вам надо машину купить вот машину а если вы будете тратить на то но все потренькайте все и что вы купите какую машину потом будете ее ремонтировать постоянно зачем будет до лишние расходы нет надо экономить экономить накопить накопить и потом купить машину и тогда вы будете уже с машина и вы уже человек в америке понимаете вот потом до бразильский садат дофига здесь этих бразильских ресторанов я так поняла все бразильцы едут в орландо в калифорнии мало бразильских ресторанов было но зато там такой был агора и кто в оранж каунте живет и хочет бразильский ресторан вам туда там короче обалденно вкусно и там очень большой выбор но это такой дорогой ресторан я вам скажу дорогой но но он того стоит какой-то секс-шоп был вот это мы в ирландо сейчас да но вот но вот центр орландо мне больше нравится здесь больше жизни здесь больше всего мы сейчас едем винтер парк это на севере орландо мы будем проезжать через весь орландо вот немножко далековато мы едем но я хочу посмотреть все таки этот магазин сегодня выходные выходной суббота яхну трафик конечно капец капец трафик нам еще полчаса где-то ехать минут 20 еще ехать но я уже хочу посмотреть этот магазин вообще посмотреть винтер парк как там и и что там вот и пока я и хочу вам показать вот мы проезжаем орландо как она как он выглядит как там что там вы конечно про орландо очень много видео видели и и я вам скажу я очень благодарна людям которые снимают такие видео потому что это визуально лучше один раз увидите чем сто раз услышать вот визуально это вы уже когда много если вы если вы собрались в орландо и вы такие видео смотрите много видео не просто какие-то сабдивижены какие-то маленькие комьюнити вы видите вот который вы наверное никогда не зайдете а когда вы видите у улицы улицы города как там чтобы уже положительны привыкайте к этому городу вы уже когда сюда попадете а он уже вам ничего что не чужой вы уже немножко будите знать ему ну как знать не знаете вы уже немножко как бы в теме вот поэтому очень я очень благодарна людям которые вообще снимают видео вообще видео про Америку, про разные города, про разные темы, до сих пор есть что узнать нового. Вот я уже 9 лет здесь живу, и все-таки 9 лет это уже немножко срок, я не говорю, что это очень большой срок, но это порядочный срок, и есть что сказать, но всегда находится еще что-то новое, которое узнаешь от людей. Поэтому честь и хвала всем блогерам, которые делают видео, мы тратим свое время, и свои деньги, и свое время, но это, конечно, и хобби, потому что это интересно делать, мне, например, интересно, мне в кайф, я в конкретном-конкретном минусе с этими видео, у меня на бензин уже столько денег ушло, но я не жалею, потому что я сама вижу что-то новое здесь, общаюсь с вами, мне пользу, пользу приношу обществу, вот, так что мне воздастся, мне самой интересно вот этим заниматься, просто интересно, в кайф. Смотрите, какой, какой, смотрите, вот это, на колесо, бабушка связала, гляну, вот, смотрите, на колесе, бабушка на колесо связала, капец, на таком модерновой машине, ну, на машине так выглядит стрёмно. Я не осуждаю, мне просто смешно. Полиции, слушайте, одна полиция впереди, автобус около меня, еще один, еще один какой-то на траке, полицейский на траке. Шериф. Orange County. Кстати, Orlando, это Orange County, а мы, мы жили в Orange County в Калифорнии, и мы здесь в Orange County. Смотрите, шериф на траке. Шо ж ты делаешь? Чучело у нас, капец. А теперь шо он делает, люди, шо это такое? Сегодня какие-то, какой-то распылили в воздухе, какую-то фигню, или шо? Люди, капец. Или они пьют по субботам, я не знаю, как они водят. Смотрите, опять сюда лезет. Ну, давай, давай. Хочу вам, хочу вам заметить мои наблюдения. Это, кстати, не мои наблюдения, я потом где-то это читала. Что это правда, что водители красных траков, вот это трак, вот это трак, пикап, водители красных траков водят хуже всех, агрессивнее всех. И я-то на дорогах не раз замечала, что вот на красных траках, и вообще водители траков водят хуже всех, они, у них большие машины, им не страшно, вот. И они какие-то немножко недоделанные многие, я даже одного знала, такого тоже, не буду выражаться, такой немножко, боже, мы с ним ехали на машине, на этом траке, ну, такой прикольный трак, там два сидения, он такой большой-большой трак был, но мы по горам ехали, и он чуть в пропасть не заехал с нами, ну, он так ехал. В принципе, хорошо водил, но это так страшно было, я вообще, я с траками, с владельцами траков не хочу иметь никаких общих дел. Не хочу с ними иметь дел вообще, у них немножко, немножко что-то в голове не доделано. Я не хочу обидеть всех траков, всех водителей траков, но, говорю, они очень, они агрессивно водят, и очень часто не показывают поворотов, и вообще подрезают, они, короче, агрессивно водят. Но это я, я вам скажу, это про Калифорнию, во Флориде я еще так много траков не видела, и как-то они здесь, никто почти что не показывает поворотов, поэтому эти траки не отличаются сильно от обычных машин. Они такие же, как все. Здесь очень плохо с поворотами, вообще с вождением во Флориде, я не знаю почему. А вот в Калифорнии, вот, кто водит траки, особенно красные траки, особенно. Вот чем дороже машина, тем аккуратнее ее водят. Вот я тоже заметила. Чем дороже машина вот эти все Лексусы, BMW, они довольно хорошо водят. Вот, а чем задрыпаннее машина, ну, я так еще подозреваю, что задрыпанные машины такие облезла, краска где облезает. Это часто нелегалы такие машины покупают, потому что у них нет денег, они покупают самое дешевое, и они, у них нет права, и они могут кого-то ударить, с него спрос ноль, где его ловить. Он выйдет с машины и убежит, где его ловить. Я вообще насчет нелегалов, я такой, у меня такое, ну, нет, нет и нет. Я вам скажу так, не надо думать, что я всех нелегалов ненавижу, я не говорю, у меня есть друзья нелегалы, и да, я буду помогать им, чем смогу, потому что друзья. Но если бы они ехали в Америку, еще из дома, были бы моими друзьями еще там, я бы их отсоветовала ехать и оставаться нелегалами, потому что это очень трудно. Я не говорю, что нелегалы сволочи такие, нет, я говорю, что это просто очень трудная жизнь. Им очень трудно, им настолько трудно, люди, вы даже себе представления не имеете, насколько им трудно. У меня были документы, я работу не могла найти. Я помню, что такое, когда нет работы, надо платить за жилье. И хоть на панели, блин. Ну, вот, грубо говоря, ну, я просто грубо говорю. Вот какой выход у человека, нет денег и надо платить. Или на улицу иди, или продавайся, или воруй, или не знаю, что делать, когда нет работы. Это путь нелегала, понимаете? Это путь нелегала, это очень-очень тяжело. Зачем вам такие проблемы? Сюда едут куча азиатов, индусов легально, и как-то они едут. И вы, а почему вы думаете, что вы не сможете? Да сможете. Конечно же сможете. Но только попробуйте, пробуйте. Вы учитесь какую-то профессию, которая котируется, едете как-то по работе, даже хоть замуж выходите. Хоть, хоть, если очень так уже хочется, хоть чучелком, хоть тушкой, так хотя бы замуж выйдите. Легально приедете сюда. Вот. Они, ну, и у вас хоть какие-то тылы будут прикрыты, а потом себе решайте. Я не советую. Я такого, конечно, я такое тоже не... Ну, каждый сам для себя решает. Я не против нелегала. У меня есть подружка, которая была нелегально, жила. Она сейчас уже гражданка, прекрасная девочка, вообще супер. Одна из самых клёвых, которых я знала, подружек у меня. Супер. Я бы ей помогла, чем смогла, только так. Потому что я знаю, какой человек хороший. Ну, я бы её отговорила быть нелегалом, если бы она была дома и ехать собралась. Я бы её отговорила, по крайней мере, делала бы попытки. Потому что я знаю, насколько здесь тяжело нелегалам. Поэтому я не против нелегалов. Я против нелегального оставания здесь. Вот. А нелегалы, они такие же люди, как мы. Они хотят хорошей жизни для своих детей. Я ничего против них лично не имею. Просто я против вот этого. Я просто вижу, насколько им плохо. Вот зачем? Зачем это всё? Всё можно сделать нормально. Зачем? Зачем? Зачем себе усложнять жизнь? Тем более в Америке. Вот. Ну, если кто-то хочет, вперёд. Если скучная жизнь, и любите преодолевать препятствия, это ваше тогда. Флаг руки. Но тогда только на себя и надейтесь. Не надейтесь ни на кого. Но если уже собрались сюда нелегалам ехать, то хоть с деньгами едьте. Хоть власти в долги, хоть где-то собирайте, продавайте своё жильё или машину дома или что. И едьте хотя бы с деньгами сюда. Потому что с деньгами вы здесь хоть как-то протянете. А без денег? Я не знаю. Ну и квартиру не снимайте. Снимайте комнату. Или кому-то где-то, или где-то в сообща с кем-то дом снимайте, рум-мейт или комнату. Но квартиру не надо, потому что это очень дорого. Очень дорого. Я не знаю. Я не буду... Меня не спрашивайте никаких советов по нелегалам, потому что это не моя тема. Я не буду отвечать. Во-первых, это противозаконно. Я не собираюсь поддерживать вот это. Но говорю своим друзьям я помогу, чем смогу, если надо будет. Но я очень негативно к этому отношусь. Просто потому что это, во-первых, неправильно. Это карма. Потом, зачем вам это? Ну ладно, решайте для себя. Это неправильно. Это очень длинный путь. Этот путь можно было бы пройти намного быстрее, легальнее. Зачем вам это? Хотя вы знаете, в Америке нелегалов по статистике 20 миллионов. Но, по-моему, их там больше раза в два. Как-то живут люди. Потом легализуются, покупают себе... Не покупают, а платят штраф какой-то. И легализуются. И потом становятся гражданами. Даже вот фильм видела, видео про гражданство в разных штатах. Там показывали граждан. И у одних мексиканцев спрашивают, как вы сюда попали. Ну, как вы приехали в Америку. Он говорит, мы просто перелезли через границу. Он в камеру на присяге рассказывает, мы перелезли через границу. Ему не стыдно, ему не страшно, ничего. Он спокойно к этому относится. Настолько у них, у мексиканцев, они как-то считают, что Америка это ихняя. По праву они могут здесь оставаться. Короче, капец. Они тоже нужны, потому что какую-то такую дешевую работу американцы не будут делать за такие деньги. Они не захотят работать. Кому-то надо и убирать, и на полях работать, и бибиситерами сидеть за копейки. Ну, кому-то надо. Поэтому, по крайней мере, нелегалы они хоть работают. Но есть проблема еще в том, с нелегалами, что те, кто не работают, они... А что им делать? Воровать. А где ты их искать будешь? У них ни отпечатков пальцев в системе их нету, ни адреса, ничего. Где ты будешь их искать потом, если они что-то кого-то грабят или убьют, или что? Где ты будешь их искать? Понимаете, это проблема для страны. Это большая проблема. Поэтому я вообще против этого всего. Америка это страна иммигрантов. Здесь иммигрантам хорошо их, их принимают спокойно. И к ним никакого, как в Германии, например, или во Франции, к ним нету никакого предубедительного отношения. Вот, их спокойно принимают с любой страны. С любой страны вообще. Но если они легальны, легально здесь так, что перекрыта дорога, ну ладно. О, еще и на это. А, не, не так. Ну ладно, как-то он нас обойдет. Хорошо, хорошо. Вот, и у иммигрантов точно такие же права, у легальных иммигрантов. Смотрите, какие дешевые домики, какие-то апартаменты. Где-то, где-то... Мы просто там дорогу ремонтируют, и мы... Кто-то все-таки снимает вот такое жилье. Это капец. Живут люди даже в таких вот трущобах. Короче, путь нелегала это очень тяжелый путь. Это, а прикиньте, если у них какие-то проблемы со здоровьем. Вот, ну, конечно, умереть не дадут, как-то помогут, возможно. Но сильно напрягаться ради них никто не будет. Вот, сильно помогать, бросаться, помогать им никто не будет. Короче, лучше не надо. А домой поехать, что-то еще, они не могут поехать даже домой сколько времени. Пока они не легализуются, они даже домой не смогут поехать, не смогут увидеть своих родных. Это очень трудно, это очень-очень тяжелый путь. Поэтому подумайте 30 раз перед тем, как здесь оставаться нелегально. Вот, все можно сделать, все можно сделать легально. Здесь даже кто-то писал, что даже до сих пор беженцев принимают из Украины, беженцев по религиозной... Ну, религиозный... Ну, как это сказать правильно? Религиозных беженцев. А я не знаю, кто их сейчас в Украине ущемляет. Там свобода религии, вероисповедание. Кто их там ущемляет? Я знаю, что да, было. Я знаю, что с Львова очень многие прям целая церковь уезжала. Я знаю, да, в Америку. Это было, когда вот Совдепия их ущемляла и уезжали люди сотнями уезжали и тысячами из Советского Союза. Ну, сейчас свобода, вероисповедание. Кого там ущемляют в Украине? Там такого нету. Ну, я не знаю. По крайней мере, я что-то такого не слышала. И вот уже едут, и до сих пор едут вот такой, вот такая эмиграция даже. Понимаете? До сих пор едут. Поэтому путей море. Попасть в Америку море. Ну, не море, но они есть. Смотрите, какие-то трущобы. Мы в каких-то вообще... Сейчас попробую камеру открутить немножко. Смотрите, какие-то очень-очень бедненькие. Бедненький район. Но зато вот здание какое-то вдали уже большое. Но это какое-то гетто. Честно, черных много. Вот шляпки черная была. Тетя? Они, кстати, умеют очень красиво одеваться черные иногда. Бывают очень стильно. Умеют. А это церковь. Это в церкви никакая-то церковь впереди. Что-то у них, какой-то свадьбы или что? Непонятно. Все так одеты. Баптисты. Баптистская церковь. А почему в субботу обычно в воскресенье церковь? Смотрите, в машинах черные, 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 черные. Одна белая. Опять черные. Короче, какой-то черный район. Мы в районе Андерсон и Парамор. Короче, какой-то черный район. Я не знаю. Я раньше... Как-то я раньше была против них. А сейчас в Америке пожив. Мне кажется, что черные даже лучше, чем белые. Во многих случаях. По крайней мере, во Флориде. По крайней мере, во Флориде. Они какие-то... Какая-то у них свадьба, наверное. Ходят с этими. Боже, какой район бедный. И как живут люди здесь? Да ничего, живут. Как-то живут. Там в доме может быть супер клево. А снаружи такой бедный дом. И они платят налог 50 долларов в год. С этого дома. А в доме может быть все. Короче, дом это... Вид снаружи, это еще не показатель дома. Вот. Я вам скажу, что... А мы уже в это... Даунтаун Орландо. Боже, это в Даунтаун Орландо. И около него... Смотрите, вон, в Даунтаун. И здесь такая гетто около него. Ни фига себе. Ни фига себе. Ни фига себе. Это Даунтаун Орландо. А я люблю большие эти здания. Нравится мне. Какая-то такая энергия здесь большая. Знаете, проезжаешь мимо, и такая как будто... Какая-то такая... Какая-то... Ну вот энергетика такая. Чувствуешь такой... Не знаю, какую-то бодрость. Я вот не могу это объяснить словами. Вот всегда, где большие дома... Где... Я еду, где вот такие домики, где живут просто люди. Там расслабуха, там тихо, спокойно. А здесь такая энергетика прям. Вот физически чувствуешь какую-то радость, какой-то подъем такой. Вот. Ну ничего, она сейчас нас выведет. Не получится нам левт. Веди тетя нас другими путями. Сусанина наша. Красиво здесь, красиво. Ох. Надо будет сюда ездить еще. Посмотреть... Посмотреть больше вот этот район, изучить. Ох, как красиво. Ах. Нравится. Мне Лос-Анджелес очень напоминает. Хочу в Нью-Йорк еще съездить. Хочу посмотреть. Не было никогда в Нью-Йорке. Тоже интересно. Ну, я боюсь, что я в Нью-Йорке так и останусь, если я туда попаду. Я боюсь, что я туда... Если я туда попаду, там уже... Там Европа. Ну, там много таких мест... Там есть, что делать в Нью-Йорке. Это, наверное... Я поэтому туда боюсь ехать. Повезло, кто в Нью-Йорке. Там музеев сколько, боже, выставок всяких. Всего, что хочешь. Там такая жизнь. Наверное, надо будет поехать. И, наверное, как-то надо будет... Я не знаю. Нью-Йорк. Мы посмотрим. Мы сначала поедем, посмотрим, как нам там. Потому что мне очень... Мне очень... Я всегда жила в Большой... Я во Львове жила. Родилась и выросла во Львове. Это такой культурный город. Там есть все. Там все, что надо есть. От цирка до оперы. Музеи. Все, что хочешь. Потом я жила в Будапеште. В Венгрии жила 17 лет. Так что... Так что два больших города культурных. И там, и там, и там было, что делать. И по Европе поездила. Поэтому я такой чисто городской человек европейский. Вот. И мне немножко... Вот во Флориде мне немножко скучновато. В том плане, что... Ой, музей. Где здесь музеи? Пару музеев есть. Ну, не то, не то. Я люблю ходить по всяким выставкам, музеям, библиотекам. Ну, короче, везде, где интересно. Вот. И я думаю, что Нью-Йорк как раз был бы мой город. Но так как там дорого жить, и там очень большой... Ну, и там штатовский налог есть. Я там не буду жить. Но, наверное, можно будет туда ездить. И я посмотрю. Я посмотрю. Вот. Мы уже на этом побережье. Нам уже не так далеко. Мы уже хотим вот сейчас обосноваться здесь. Может, дом свой, даст Бог, дом свой купить. И потом уже можно... Можно будет уже расслабиться. И уже как-то активнее жить. В Калифорнии, да, интересно было. Там есть что. Там в Лос-Анджелесе дофига всего. Нам полчаса, час до Лос-Анджелеса было. Зависимо куда. Там было что делать. Даже в Урон-Чкауне было что делать. Во Флориде немножко скучнее в этом плане. Ну, тоже есть. Тоже. Я уже... Поэтому я хочу в Тампу. Там больше... Там больше таких вот... Там музеи есть. Там... Не знаю. Не знаю. Но я в Нью-Йорке не хочу жить, потому что там зима. Есть снега. Я этого не люблю. Я ненавижу снег и холод. Я теплолюбивая растение. Теплолюбивый человек. Вот я люблю жару, и тепло, и солнышко. Поэтому я туда разве что в теплое время года. У меня подружка жила в Нью-Йорке. Ну, они, правда, переехали, но очень хорошо отзывалась о Нью-Йорке. Посмотрим, посмотрим. Даунтаун Орлэндо. А мы опять на этой... Вот как мы выехали, мы опять здесь. Мы опять здесь. Смотрите, какие... Какой трафик. Малая очень хочет квартиру в небоскрёбе. Я говорю, зачем тебе квартира? Зачем квартира? Но хотя, не знаю, может какой-то... Может какой-то кайф в этом и есть. Квартира в небоскрёбе. Я не знаю. В Калифорнии мы жили в квартире. Всё-таки квартира это соседи за стеной. Да ну... Дом это дом. Дом у тебя своей прайваси есть. Хотя, как посмотреть... Тоже в квартире может клёво. Квартира обычно в хороших местах. Таких там, где куча фана. Концентрировано так вот. В таких местах. Поэтому, может и квартира это неплохой... Для молодёжи. В смысле, вот неплохой выбор. Всё интересное там. Вот и Даунтаун Орландо. Кусок Даунтауна. Довольно красивое здание такое интересное, да. Неплохой город Орландо, я вам скажу. Неплохой. Для иммигранта... Вот я много думала об этом. Я себе сравнивала. Анализировала, сравнивала. Возможности, предложения, сложности. Короче, всё-всё. Я вам скажу. Орландо, это, наверное, один из лучших городов, куда стоит ехать иммигранту. С которого стоит начинать американскую жизнь. Потому что недорого. Работа есть. Отличная погода. Близко к Европе. Много русскоговорящих. Русскоязычных. Возможностей много, работа есть. Короче, здесь всё, что иммигранту надо. И главное, что недорого, понимаете. Недорогой город. Вот. И очень, довольно интересный город. Довольно много всего интересного. Вот есть недорогие магазины, да, и дорогие есть. Всё, что надо, всё есть. И та же Америка. И Америку увидите, и дешевле. Поэтому и ко всему недалеко. И к Майами, и к Тампе. Вы уже оттуда можете думать, хотите ли вы здесь остаться, или хотите где-то, куда-то перебазироваться. Понимаете? И погода лучше, чем в Майами. Всё-таки нету такой большой жары. Вот. И поэтому я чисто, сердечно вам советую обратить внимание на Орландо, если вы хотите эмигрировать. Вот. Всё-таки, всё-таки это хороший... Это один из лучших выборов, которые... В Нью-Йорке, понимаете, в Нью-Йорке тоже много русскоговорящих и работы, всё, но там дорого. И там есть штатовский налог. С вас будут просто ни за что сдирать там деньги. И там дорого жить. Нью-Йорк, это не самый лучший город для эмигрантов, к сожалению. Да, раньше, да, сейчас нет. Ну, я бы туда точно... Я бы никому не советовала в Нью-Йорк ехать. Или в Калифорнию. В Калифорнию супер клёво, супер клёво. Но там дорого. Там, тем более, в новоприбывшем. Если вы не войти... Вот. Если вы войти, вы даже ни про что не думаете. Не едьте во Флориду. Вот не едьте, не едьте, не едьте во Флориду. Если вы войти в компьютерной этой сфере, инженер, короче, едьте... Ну, наверное, инженеру везде хорошо. Но если вы войти, едьте в Калифорнию. Там вы работу там найдёте. Там и там хорошо платят. Там очень хорошо вам будут платить. Здесь айтишникам платят намного меньше. Намного. Поэтому сюда войти... Если вы войти, вы сюда не... Лучше не надо. С другой стороны, если вы... Если вы просто хотите эмигрировать в Америку по работе, вы... И это независимо, войти вы или не войти. Я сейчас вам что-то интересное скажу. Что-то такое. Один из вариантов. Вы, короче... Если вы войти, вы, конечно, ищите в Калифорнии работу. И у меня так знакомые из Украины. Они нашли работу. Он нашёл работу компьютер... Он войти, компьютерщик, короче. И он нашёл в Калифорнию работу. И он туда переехал с женой. И они там сейчас будут уже критку получать. И всё. И останутся уже. Вот. И он нашёл... С Украины он нашёл работу в Америке. И приехал. Молодец, мальчик. Снимаю шляпу, так сказать. Вот. А если вы там, скажем, инженер или какая-то другая у вас профессия, вы ищите работу везде. Вы даже ищите работу в маленьких городках в Америке. В маленьких... Куда никто не хочет ехать. Знаете почему? Потому что туда никто не хочет ехать. Туда никто не хочет ехать, а вас возьмут. А вас возьмут, и вы зацепитесь здесь. Понимаете? Вы зацепитесь. И потом вы уже оттуда можете уехать в какой-то побольше город. Через три года, когда у вас уже будут документы. Или через пять лет. Вот. Или даже может и быстрее. Посмотрите, как у вас получится. Но лучше... Лучше ищите работу в таких зачуханных городках, небольших, куда никто не хочет. Вот. И у вас больше шансов, чем в ту же Калифорнию ехать. Понимаете? Еще хочу одну вещь сказать. Сегодня мы были в этом джипе, и там девочка на ресепшене. У нее были два таких тома. Дентист ассистент. Ассистент дентиста. Она училась. И мы ее спросили, сколько времени она учится. Она сказала три месяца. А я говорю, как это три месяца? Такие книги, как это? Она говорит, это такой курс, который более концентрированный. Например, они не раз в неделю имеют урок, а они там два раза в неделю имеют урок. И вместо того, чтобы шесть месяцев учиться, она три месяца учится. Понимаете? Она один день учится. И потом... Короче, оказывается, вы можете выучить профессию и работать уже этим ассистентом-донтистом, не имея никакого колледжа, ничего. Вы просто идете на эти курсы, сдаете курсы три месяца ускоренные или шесть месяцев не ускоренные. Вы можете по ходу работать и учиться на каких-то курсах. Например, ассистент-донтист они на старт получают где-то 17 долларов или сколько. Довольно прилично получают. Вот. По сравнению с магазинами или еще с чем-то. И потом можно даже дальше пойти учиться со временем там на донтиста или что. Вот. И очень... Три месяца у тебя профессия. Точно так же, вот, Малая говорила, что рекламу по телеку видела, что вот на медсестру там три месяца, и ты уже медсестра. Ты уже можешь пойти работать за хорошие довольно деньги. И потом квалификацию повышать, повышать, учиться по ходу. Вот. И ты уже можешь работать. Посмотрите, вы приезжаете иммигрантам, вы подаете доки, что вы хотите где-то учиться. Главное, чтобы язык знали. Посмотрите мое видео, как изучить язык за 30 дней. И вы уже... И практикуйте этот метод. И вы уже приедете с языком. У вас уже будет какой-то язык. И, конечно, конечно, учите язык. Это номер один. Вот. Я вас просто учу. Я хочу, чтобы вам было хорошо здесь. Вот. А мне карма вернет. Так сказать. Вот. Учите язык. И вы приедете сюда. Вы даже если и пока ищете работу, вы можете пойти на такие курсы. Если у вас, например, есть деньги, чтобы три месяца здесь скантоваться. Вот. Вы три месяца курсы пройдете. У вас уже бумажка на руках. Вы можете пойти где-то уже на нормальную работу. Понимаете? Или вы можете пойти в магазин работать, походу учиться. Вот. Вам сказать, что вам там по средам у меня... Я не могу работать по средам. Могу по выходным. В среду я там учусь. Или в среду и в пятницу. А могу работать по субботам и воскресеньям. Вот. Это вас с руками возьмут, если вы так согласитесь. Каждую субботу и воскресенье работать. Вот. И вы можете так выучиться. Даже парикмахер тоже здесь три месяца учится. Парикмахер. Конечно, какие-то деньги, эти курсы могут стоить. Но не заоблачно дорого. Вот. И вы так можете себе профессию... Пару месяцев, прикиньте. Вы приезжаете по гринкарте. Вы играли, например. И не знаете, что делать. Ваш план. Вы приезжаете, идёте на работу в магазин. В любой. Какой-то. Чтобы просто деньги получать. И по ходу идёте учиться. На слово. На слово. Когда мы назад поедем. Короче, главное, чтобы вы знали язык. Если вы выиграли гринкарту, садитесь учить язык. Если вы приедете без языка, вам будет капец трудно. Капец. А если вы приедете с языком, вам... Там все двери открыты. Поэтому учите язык. Это для вас мантра номер один. Язык, язык, язык. Учите язык. Я вас мотивирую. Я вам просто... Я вам это втираю в вашу голову. Втираю, чтобы вы правильно всё делали. Вон, я вам как мама говорю. И буду нудить и нудить. Чтобы вы учили язык. Учите язык. Это вам ваши шансы повысятся. По сравнению с другими иммигрантами, то вы будете в таком выигрыше, что даже... Вы потом просто вспомните меня хорошим словом. Вы потом ещё мне спасибо скажете. Короче, учите язык. Это номер один. С языком вы можете пойти учиться. Вот. Язык выучить совсем не трудно. Поверьте мне. Вот что-что, а вот язык выучить не трудно. Тем более английский. Он такой... Он простой язык. Если подумать, он совсем не тяжёлый. Он не немецкий и не французский. Он довольно простой язык. Это просто вам от непривычки. Смотрите американский YouTube. Вот не телевидение, а YouTube. Там как люди разговаривают. Смотрите эти всякие рецепты, например, или по путешествиям. Или какие-то американские. Именно американские, не английские. Американские. Смотрите американский YouTube. Любые видео, которые вам интересны там или... Интересна вам рыбалка? Вы смотрите про рыбалку. Или интересно вам готовить, кушать. Смотрите американские рецепты, как они... Они говорят на таком языке, на котором общаются люди в быту. И вы эти все слова, вы пассивно их всех выучите. За месяц, за два вы будете... Главное, что смотрите... Вообще не смотрите русские фильмы, русские телевидения по минимуму. Смотрите. Просто вживайтесь, въедайтесь в эту сферу английского языка. Просто живите в ней. Вот вы похунитесь с головой в этот английский язык, чтобы он у вас... Чтобы он на слух вам... Даже когда вы не знаете, какое слово что означает, вам надо привыкнуть к нему на слух. Вы привыкнете к английскому языку на слух, и тогда вам начнут даваться очень легко слова. Во-первых, вы пассивно выучите сотни и сотни и сотни языков. Очень легко. Во-вторых, вы выучите очень много пассивно... Пассивно выучите сотни и сотни слов. И во-вторых, вы будете знать, как произносить. В-третьих, вы будете знать эти все обороты. Это все, как они говорят по жизни. Вот в жизни, как они говорят. Это совсем не книжный... Это язык учебника, язык в быту. Это совсем... Это небо и земля. Это совсем по-другому они говорят. Они не говорят shall. I shall. Они не говорят этого. Они говорят... I will. I would. Очень много... И очень легко узнать, как, например, говорят... I want. I want. Как наши говорят. I want. Еще говорят I want. Нет, они так... Это очень некрасиво, грубо. Они говорят I would. I would like. I would like. Я хочу, они скажут I would like. А вообще они говорят... Что ты хочешь? Они говорят... Нет, what do you want? Они так не говорят. Они говорят what would you like? И они не говорят what would you like? Они говорят what would you like? What would you like? Это сразу видно, кто иностранец, кто... Ну, такие вот, например, произностранения... Они говорят would you like? Would you like? Ты хотел бы? А они говорят do you want? Нет, do you want? Это очень грубо. Это грубо. Это очень, очень редко так говорят. Очень, очень редко. Would you like? Они не говорят would you like. Нет, они would you like. Вот такие вот мелочи, это вы научитесь из YouTube, например. Или из... Ну, я рекомендую вам смотреть YouTube. Все-таки не телевидение, а YouTube. Потому что там все-таки более... Более... Вот даже фильмы они пишут, сценарии они более так пишут уже по-книжному. А в жизни говорят немножко по-другому. Какое красивое это... Какое-то место красивое. А-та где мы еще? Через минуту мы... Это уже Винтерп... Все, мы уже приехали. Да, мы здесь еще поездим, посмотрим, что здесь. Короче, вот такие вот мелочи, вот такой изучайте. Потому что это вам упростит вашу жизнь в Америке, ну, очень сильно, поверьте. Ну, вот. Значит, изучайте язык, приедете в Америку, берите, изучайте какой-то, смотрите, что вам интересно. Смотрите, что вам интересно, можете выучить, вот какие-то курсы взять и выучить. Даже бывает, что работа посылает на курсы, вот, и оплачивает курсы, вот, какой-то курс, например. Бывает такое, да, у меня вот у подружки, подругу так послали. Но, правда, там потом они должны 5 лет или сколько на эту компанию работать потом. Как-то так. Лучше самому учиться и быть независимым в любое время. Можешь уйти, и никто тебе ничего не говорит. Короче, смотрите, медсестра очень хорошо получает. Если у вас, если вы с кровью дружите, ну, не падайте в обморок от крови, от вида крови. Уколы там, или если это ваша тема, вы можете пойти на медсестру или на медбрата учиться. Это очень хорошие деньги. И потом по ходу, по ходу, по ходу вы там свою квалификацию повышаете, пойдете в колледж учиться дальше. Короче, это все, это все так достижимо. Господи, это, если все делать правильно, вам будет здесь хорошо. Вам будет очень хорошо. Смотрите, о, поезд едет. А-А-М-трек. Поезд. Никогда еще в американском поезде не ездила, надо бы попробовать. Я так в машине привыкла к машине независимо. Машину прыгнула, куда хочешь. А с поезда куда сошел, надо куда-то транспорт или машину искать, или что, не знаю. У меня была мечта проехать через всю Америку на поезде. Ну, не знаю, может когда-то. Я вообще поезда обожаю, очень много в поездах по Европе, исколесила всю Европу. Остановка поезда здесь, смотрите, проводники. Все как в Европе. Я не знаю, кто в Америке ездит на поездах. Кстати, на работу в Калифорнии ездят, приезжают к станции, потом едут в город. Вот, фирмы их забирают, потом этими автобусами приезжают. Да, есть такие фирмы, которые своих сотрудников, чтобы они через трафик не ехали, они вот так вот привозят, увозят. Есть такое, да?